МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Когда в Сарой появятся камеры фиксации нарушений, откроют ли в следующем году школу на Зорге? Глава города ответил на вопросы журналистов. Начали отставать, сроки сдачи детской поликлиники опять сдвинули. Оливия, Веринея, Давид и Кремент, как саровчане называли своих детей в этом году. Далее расскажем по всем подробно. История с долгостроем на Зорге может закончиться уже в 2023 году. Работы в новом здании 11-й школы после долгого перерыва опять возобновили. Занимается объектом Нижегородская компания. С предыдущим подрядчиком администрация расторгала договор и отправила все документы в правоохранительные органы, сообщил глава города Алексей Сафонов на ежегодной итоговой пресс-конференции. Также он рассказал и про строительство Центра культурного развития. Там также уже определен подрядчик. Это тоже Нижегородская компания. Объект живой. На объекте достаточно активно ведутся работы. Закончено уже остекление. Они сейчас, как говорится, подают отопление, уходят в зиму на отделку. Поэтому здесь ситуация тоже, на наш взгляд, реализуемая, что в следующем году также объект мы ведем. Также Алексей Сафонов рассказал о планах по строительству новых детских садов и школ. Изначально построить школу должны были в 15-м микрорайоне. Но по новым нормам сделать это на той территории не получится. Поэтому нашли зону в 22-м микрорайоне. То есть для нового учебного заведения на 600 учеников есть место, есть проект, администрация ищет финансирование. Также разработали проектно-сметную документацию на сад в микрорайоне 22. Полностью готов, что называется, к строительству. Сейчас идет у нас активная работа по получению финансирования. К сожалению, не хватает нам госпрограммы по созданию детских садиков. Но, тем не менее, мы все равно решили, что в 24-м году мы начнем его строительство. Что касается капремонтов, то в этом году начались работы в старой 11-й школе и центре образования. Контракт в основном предусматривает работы по фасаду, замену окон и коммуникаций. Алексей Сафонов рассказал и об установке камер фиксации нарушений на дорогах Сарова. Наш город единственный в области, где нет системы автоматизированного измерения скорости. Эту тему неоднократно поднимали на встречах с региональным МВД. Подготовлены все опасные места, все перекрестки, все скоростные места. И направлено предложение по поводу оснастить их системами автоматического измерения скорости, ну и автоматического фиксирования нарушений. Мы не можем своими ресурсами или за свой счет поставить эти объекты, потому что действительно полномочия области, и они не могут быть нам переданы. Тем не менее, пока нашли промежуточное решение. В следующем году планируют запустить системы в тестовом режиме на отдельных точках. Кроме того, Алексей Сафонов затронул и проблему с безнадзорными животными на улице города. В следующем году в бюджете предусмотрено увеличение финансирования на программу ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск до 2 миллионов. Запись пресс-конференции Алексея Сафонова смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Новую детскую поликлинику в Старом районе сдадут не раньше, чем через 3-6 месяцев. Работы на объекте должны были закончить до конца декабря этого года, но в ноябре началось отставание от графика. Общей ситуацией в строительной сфере сказалось и на стройке в Сарове. Подорожали стройматериалы, и закупить их в пределах предусмотренной контрактом цены нельзя. Для решения этого вопроса в настоящий момент документы поданы в главгосэкспертизу для прохождения ее и подтверждения новых ценностроительных материалов. Ситуация на контроле у ФМБА, еженедельные совещания с участием службы технического заказчика, управления капитального строительства, представителями генподрядчиков. По состоянию на конец декабря выполнено около 70% всех работ. Завершило строительство наружных сетей теплоэлектроснабжения, водоотведения и водоснабжения. Отстает от графика работы по фасаду, внутренней отделке, внутренним инженерным сетям, благоустройству. По окончанию строительно-монтажных работ будет необходимо провести мероприятие по получению необходимости разрешительных документов и лицензирования данного вида помощи. После этого поликлиника заработает. Что касается оборудования, то тоже часто задают вопрос. Все оборудование остается в проекте. В связи с введенными санкциями в этом году часть оборудования, изменилось его наименование без изменения технических характеристик оборудования. Это касается в том числе и аппаратов КТ и МРТ. Они остаются в проекте, но будут производства других фирм. Также планируют поставить в новую поликлинику оборудование для кабинета охраны зрения, флюорограф, физиотерапевтическую аппаратуру, в том числе галлокамеру. Работу врачей детской поликлиники уже предварительно спланировали. Туда переедут все участки с поликлиники на проспекте Октябрьском и большая часть узких специалистов. Кроме того, в поликлинике, в том числе и в связи с тем, что появляется современное физиотерапевтическое оборудование, планируется развивать реабилитацию для детей. И есть идея, которую, надеюсь, мы воплотим, это открыть центр ювенильного здоровья. То есть в перспективе в новой детской поликлинике будут вести прием детский уролог-андролог, гинеколог-эндокринолог. Договоренности с врачами уже есть. Также планируется привлечь туда и детского нефролога. 425 пар в уходящем году решили связать себя озами брака, что на 18% больше, чем в 2021 году. Самый популярный возраст заключения брака в Сарове – 23-35 лет. В то же время среди молодоженов 15% невест в возрасте 19-22 лет. А самым свадебным месяцем года были июнь и июль. Шесть пар поженились по упрощенному порядку заключения браков для мобилизованных. Достаточно большое количество нами было зарегистрировано среди лиц мобилизованных. Для них порядок совершенно другой. Если есть основания и подтверждена справка о мобилизации, то данной категории лиц заключала брак практически в день подачи заявления. Выросло в этом году и количество разводов. Так расторгли брак 339 семей. Это на 10% больше, чем в 2021 году. Наибольшее количество разводов как среди женщин, так и мужчин в возрасте от 30 до 43 лет. Брак в которых был зарегистрирован в период с 2007 по 2021 года. Порядка 8% статистики – молодые пары, прожившие в браке год или два. Очень большое количество предоставлено гражданам юридически значимых действий. Это выдача повторного свидетельства, различных справок, подтверждающих либо факт государственной регистрации акта гражданского состояния, либо отсутствие данного факта. Ну и, соответственно, внесение исправлений, изменений, восстановление записи по решению суда. Количество смертей сократилось на 25% по сравнению с прошлым годом. В 2022 году составили 1072 записи акта о смерти. А вот родилось в этом году на 47 саровчан меньше – 593 человека. Из них 300 мальчиков и 293 девочки. Самые популярные имена этого года – Артем, Михаил, Дмитрий, София и Дарья. Выбирали малышам и необычные имена, такие как Клемент, Демьян, Евдокия, Агния, Левадия, Веринея, Амелия. Первенцев поменьше. Лидируют всегда вторые дети. Ну, соответственно, третьи, четвертые. Радует, что в двух семьях родились шестые дети. В трех семьях пятый ребенок родился. В 59 семьях родился третий ребенок. Соответственно, и в 16 семьях родился четвертый ребенок. Самое популярное направление работы ЗАГСа – перевод услуг в электронный вид. Чаще всего подают электронное заявление на заключение брака. Такой услугой воспользовалось более 50% граждан. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Инфраструктура для велосипедистов активно развивается во многих городах страны. В самых крупных из них создают целые сети маршрутов для путешествий на двухколесном транспорте. Весомое преимущество велодорожек, безопасность передвижения, риски попасть под колеса авто здесь минимальные. Вопрос, применима ли такая практика к нашему городу, обсудили депутаты на заседании рабочей группы. Понятно, у нас город достаточно компактный застроен, как я уже сказал. То есть уже сложилась дорожная транспортная инфраструктура. То есть для того, чтобы проложить подобного рода дорожки для велодвижения, конечно, это еще нужно в старой части города. Изыскать такие возможности, если они у нас есть. Для новой части, где особенно новая застройка идет. То есть такие возможности у нас потенциально есть. В ходе обсуждений выделили два блока. Первый – о создании маршрутов по городу для сыровчан, которые хотели бы добираться до работы на двухколесном транспорте. Второй же относился к развитию в городе велосипедных зон отдыха. Оба варианта потребуют существенных затрат из городского бюджета, считают представители администрации. На первом заседании мы решили пока провести опросы населения по чистоте использования вело- и мобильного средств индивидуальной мобильности, повседневной жизни, для досуга, для посещения работы. Соответственно, на первом этапе это опросы. Второе – администрация рассмотрит возможность создания, выделения зон, соответственно, на магистральных пока улицах, где идут основные потоки велосипедистов, потоки транспорта. Решение второй задачи позволит приступить к формированию замкнутых веломаршрутов. Впереди предстоит большая и кропотливая работа. Заседание рабочей группы пока первый, но важный шаг к созданию в городе комфортного и безопасного пространства для велосипедистов. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Три тысячи юных саровчан ежегодно проходит медицинское обследование в Центре здоровья детской поликлинике. Более чем у половины из них специалисты выявляют факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем. При необходимости пациентов направляют на дополнительные исследования. С родителями проводят беседу о формировании здорового образа жизни. Наш Центр здоровья был открыт 10 лет назад. И, конечно, мы нуждались в обновлении оборудования и небольшом ремонте. В этом году при поддержке ФМБ России и Госкорпорации Росатом нам удалось воплотить задуманное в рамках реализации ПСР-проекта. Помимо этого мы пересмотрели и организацию работы с пациентами. Уменьшили время прохождения обследования за счет переноса кабинета гигиениста-стоматологического в помещение Центра здоровья. И объединение кабинетов инструментального обследования и тестирование на аппаратно-программном комплексе. Также в Центре здоровья бумажные медицинские карты совсем скоро заменят на электронные. Это стало возможным за счет интеграции оборудования с компьютером. Благодаря этому результаты обследования поступают в систему. И врач сразу видит всю необходимую информацию. Еще одно важное изменение коснулось работы стоматологического гигиениста. Раньше кабинет специалиста находился этажом выше Центра здоровья. Его перенос в помещение Центра позволил сократить время прохождения медосмотра и избежать контакта с пациентами с симптомами ОРВИ. Кроме того, в кабинете полностью обновили оборудование. Раньше оборудование нередко выходило из строя. Приходилось тратить больше времени на прием или переносить его. Теперь все проходит оперативно и с комфортом для пациента. Дети очень довольны удобным креслом. Мне проще работать, так как я могу отрегулировать его на необходимую высоту. Кроме того, в модуль встроен ультразвуковой аппарат для профигигиены. Я получила очень хорошего помощника для работы. И пациенты, видя, что все вокруг новое, перестают бояться и больше мне доверяют. Обновили оборудование в кабинете тестирования на аппаратно-программном комплексе. Здесь измеряют рост и вес детей, силу мышц, процентное соотношение водной, мышечной и жировой массы. Оценку устойчивости к стрессу проводят на специальном аппарате, который позволяет выявить отклонения в работе центральной нервной системы. Функции сердечно-сосудистой системы анализируем при помощи комплекса экспресс-диагностики. Он регистрирует ЭКГ и эффективно определяет небольшие нарушения. Также мы проводим детям экспресс-исследование крови на содержание глюкозы и холестерина. При помощи компьютерной сперметрии оцениваем функцию внешнего дыхания. Измеряем давление, частоту пульса, насыщенность крови кислородом. Мы вложили много сил в этот проект и очень довольны результатами проведенной работы. Медосмотры действительно стали проходить быстрее, чему рады и дети, и родители, и, конечно же, мы. Заключительный этап обследования – осмотр педиатра. На каждого ребенка, помимо медицинской карты Центра здоровья, специалист заполняет и карту здорового образа жизни, где записаны рекомендации по коррекции питания, занятиям спортом, режиму учебы и отдыха. Такой комплексный подход позволяет сформировать у детей и родителей ответственное отношение к своему здоровью. Обследование детей в Центре здоровья обычно проводят для организованных коллективов детских садов и школ, но можно обратиться и индивидуально. При наличии талонов запись доступна на портале пациента на сайте КБ номер 50. В Нижегородской области ведут статус детей военного времени. С такой инициативой выступил губернатор Глеб Никитин. Законопроект внесли в региональное законодательное собрание. Согласно документу, под льготной категорией граждан попадают дети и дети-сироты военных годов, а также те несовершеннолетние, которые восстанавливали народное хозяйство в послевоенный период. В следующем году на эти цели выделят более 477 миллионов рублей из резервного фонда областного правительства. Эти льготы, согласно закону, который был принят, он будет распространяться на тех детей войны, у которых никаких нет льгот. Ведь дети войны – это и узники, и труженики тыла, и блокадники Ленинграда. У них уже есть льготы. А две льготы получать один человек не может. Для тех нижегородцев, которые попадают под льготные категории, предусмотрены меры социальной поддержки. Нагрудный знак «Дети военного времени» – единовременные выплаты от 3 до 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Кроме того, в следующем году для всех ветеранов Великой Отечественной войны планируют выпустить карты Победы номиналом в 1000 рублей по аналогии с Пушкинской картой. Когда узнала все это из интернета, что наконец-то принят закон, на крыльях летала. Потому что нашей целью работы нашей организации – это были два момента. Это добиться принятия закона о детях войны, и второе – это патриотическая работа нашей организации. Проект закона о детях военного времени неоднократно вносили в ЗАГС собрание, но каждый раз его отклоняли. Принятие нового закона – это победа и для Саровской общественной организации «Дети войны». Ее члены два раза отправляли письма на имя президента Российской Федерации, губернатора Нижегородской области, а также в региональное законодательное собрание. И что символично, в этом году отмечается 100-летие СССР. Мы, дети войны, все рождены в годы Советского Союза. Все мы – люди СССР. И вот в этом году, 30 декабря, будет отмечаться эта знаменательная дата. В честь этого была учреждена медаль «Столетие СССР». Вот такая медаль вручена мне была одной из первых в нашем городе. Новый закон о статусе детей военного времени вступит в силу с 1 января следующего года. Сейчас в Сарове живут более 4 тысяч детей войны. Светлана Ярунова, Евгений Шикриев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В детской школе искусств номер 2 большое внимание уделяют сохранению культурных традиций русского народа. В этом году воспитанники совместно с преподавателями медиастудии запустили проект «Культурный алфавит». С помощью видеороликов ребята рассказывают про термины русской культуры, объясняют, что такое «лубок», как «люшки», «полясина». С этим волонтерским проектом «Дыши номер 2» прошла отбор на форум «Мы вместе». В составе делегации волонтеров культуры «Русатом» на мероприятие в Москву отправилась преподаватель Мария Долина. Волонтеры культуры в нашей стране создана такая организация не так давно. В 2019 году она создалась, и представительства создаются в городах. В городах, в наших закрытых городах «Русатом» они также существуют и нацелены на как раз просвещение людей. Форум «Мы вместе» дал возможность волонтерам разных возрастов со всей страны познакомиться, пообщаться, рассказать о своих проектах, планах и идеях. Программа форума была насыщенной, экскурсионные поездки чередовали с обучением и посещением панельных дискуссий. Конечно же, там было много тем, затрагивающих специальную военную операцию, и поэтому у нас была рекомендованная программа от территории культуры «Русатома». И мы, ну я, по крайней мере, старалась посещать эти мероприятия, потому что это было интересно. Я была на встрече с Марией Захаровой и с военкорами, которые снимают, ну, собственно, транслируют нам то, что происходит там. И это было интересно, сложно, трудно. Полученные знания и опыт Мария планирует применять в педагогической практике. И до посещения форума педагоги «Дыши номер два» уделяли волонтерству большое внимание. Круглогодично в медиа-студии проходят различные благотворительные акции. Ребята собирают карман для животных городских приютов, делают открытки для жителей домов престарелых. В планах новые проекты и мероприятия. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, САРУ-24. Национальная технологическая олимпиада «Джуниор» – командное инженерное соревнование для школьников пятых-седьмых классов. Ученики из Нижегородской области продемонстрировали свои инженерные знания в командной борьбе по семи направлениям. 87 финалистов из разных городов региона выполняли интересные задания. Разрабатывали чат-бот «Библиотекарь», помогающий подобрать книгу для чтения. Программировали систему устройств для добычи нефти. Решали задачу по управлению системой лазерной связи. САРУ на Олимпиаде представлял ученик школы номер 14 Кирилл Соседко. Юный инженер выбрал направление, технологии и креативное программирование. Я прошел отборочный этап. Он прошел в онлайн-режиме, я проходил у себя дома. Поэтому сначала я прошел его один раз, но там давалось две попытки. Первый раз я прошел его на 56 баллов где-то, там из 100. Второй раз на 70 баллов из 100. Вот. Проходной балл там был где-то в районе 20. Все финалисты региона в сфере технологии и креативное программирование приехали в Нижний Новгород. Ребята разделились на группы в соответствии с различными обязанностями. Лидеры, креативщики и исполнители работ. Кирилл Соседко в качестве лидера собрал себе команду. В течение нескольких часов школьники решали задачи по физике, математике, программированию и схемотехнике. По мнению Кирилла, командный дух и хорошая организация работы помогли ему стать победителем Национальной технологической олимпиады «Джуниор-2022». Мы занимались именно IT, то есть по направлениям, да, люди делали разных ботов, вот это все. Мы же занимались как симуляцией. То есть там была симуляция робота, который ездит, надо было его запрограммировать, чтобы он ехал по какой-то траектории или как-то так, по алгоритму. Перед этим конкурсом было такое, что нам давали задания, нам объясняли темы. То есть там специальный курс был, который все объяснял, все задания. Кирилл Соседко учится в Кванториуме. Уже не первый год увлекается программированием и робототехникой. Победа в технологической олимпиаде «Джуниор-2022» стала для саровчанина стимулом для новых свершений и открытий. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В этом году исполнилось 50 лет со дня первой публикации в периодике Евгения Обухова. Сначала Евгений Алексеевич работал журналистом в литературной газете, был специальным корреспондентом журнала «Крокодил», а потом стал писать прозу и стихотворение. Сейчас Евгений Обухов автор более десятка книг, сатиры и юмора, пяти книг по филателии и нумизматике, член Союза писателей России и Московского союза филателлистов. Также Евгений Алексеевич известен как автор и ведущий телепередачи «Вокруг смеха». Как я говорю в шутку со сцены, закончил пищевой институт и когда получил первую инженерную зарплату, рассмеялся. И с тех пор смеюсь, не переставая, стараясь украсить и свою жизнь, и жизни близких людей, и тех, кто читает. Потому что, наверное, не только красота спасет мир, но, может быть, в первую очередь улыбка. Кроме литературного творчества, у Евгения Обухова есть еще одно дело его жизни – филателия, коллекционирование и изучение почтовых марок. Этим он начал увлекаться еще с детства. По филателии писатель также выпустил несколько книг. «Сто великих почтовых марок. Ошибки на знаках почтовой оплаты. Популярный филателлистический словарь». Филателия, в принципе, мне всю жизнь очень-очень помогает, потому что, начиная со школьных времен, любая марка зовет исследовать, посмотреть, узнать о месте, о человеке и так далее. То есть это какой-то дополнительный стимул к тому, чтобы самообразовываться. На встрече с читателями в библиотеке имени Маяковского Евгений Обухов рассказал о себе, прочитал юмористические стихотворения и рассказы. На мероприятии свои произведения также прочитал осаровский поэт-иронист Марина Копкина. Литературное творчество авторов не оставило зал равнодушным и вызвало смех и добрые улыбки. В конце вечера Евгений Обухов подарил библиотеке имени Маяковского сборник своих рассказов «Поворот на Закидоновку». Полное интервью с писателем смотрите в программе без комментариев. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В 2018 году Светлана Пухова, тогда учитель гимназии номер 2, выиграла конкурс среди учителей в рамках проекта «Школа Росатома». По условиям участия она разработала и провела стажировочную площадку на базе своей школы. Спустя 4 года с доработанным проектом Светлана Владимировна заявилась на конкурс наставников проекта «Школа Росатома». Прошла дистанционный этап и поехала в Новоуральск на очный финал. «Уже на самом финале у нас были разные форматы работы. Чаще всего это была экспертиза. Сначала стажировок участников конкурса учителей, потом взаимоэкспертиза чужих стажировок и просто каких-то оценочных событий экспертиза». По итогам конкурсных испытаний Светлана Пухова стала абсолютным победителем конкурса наставников проекта «Школа Росатома». Как она признается, это достижение не только ее личное и помогало и поддерживало на всех этапах команды второй гимназии. «То есть пишутся сообщения, слова поддержки пишутся, либо помогают мне корректировать тексты, присутствуют на моих вебинарах, активно включаются в деятельность при проведении вебинаров. И вообще даже в процессе проведения стажировок педагоги тоже помогают». Победа в конкурсах «Школа Росатома» всегда приносит участнику денежный грант. Но также это еще и новые возможности, которые открываются перед педагогом. Неоценим и опыт общения с коллегами из других городов. «Для меня всегда участие в конкурсах проекта «Школа Росатома» – это такой большой багаж методической работы. Даже не работы, а методических знаний. Это так легко, ненавязчиво, в помощь педагогу. То есть это не курсы повышения квалификации, когда мы сидим перед экраном, потом выполняем какие-то задания. А всегда через активную деятельность, всегда через себя, всегда через оценку себя по сравнению с другими. И ты таким образом обогащаешься и превращаешься. Теперь Светлана должна провести очную мастерскую для педагогов Сарова и онлайн для учителей из других городов. Так же, как наставник, она должна посетить три стажировки своих коллег. После этого она планирует сосредоточиться именно на наставничестве и помогать педагогам готовиться к другим конкурсам проекта «Школа Росатома». Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Хакатон – формат мероприятия, в котором команда формирует свои решения на предложенную проблему за определенное время, а в конце определяется победитель. Во всероссийском хакатоне коммуникации в образовании приняли участие 900 команд из 60 регионов страны. Команда учителей и обучающихся школы номер 14 успешно справилась с заданиями отборочного этапа и прошла финал всероссийского хакатона. В отборочном туре мы должны были создать манифест. Манифест мог быть в любом формате. Мы, команда, решили, что мы сделаем видео, где представим цели работы, задачи работы в этом хакатоне, для чего мы вообще собираемся участвовать в нем. В финале хакатона в онлайн-режиме команда получила задание, в котором нужно было найти проблему в образовательной коммуникации, разложить проблему на идеи, а идеи – на несколько составляющих. После этого участники предлагали решение проблемы с использованием цифровых сервисов образования. Свою работу учителя и учащиеся школы номер 14 представили в виде презентации. Выйти в лидеры команде не удалось, но участники получили бесценный командный опыт. Это мероприятие заинтересовало меня не то, что призы, а вот какая будет команда, потому что в каждом мероприятии разные люди, ты побольше узнаешь. Это был довольно интересный опыт, я узнала много нового для себя, особенно впечатлила организация данного мероприятия. Самое интересное это было выделить тему и проблему, по которой дальше должна была проходить работа. Школьники вместе со своими учителями участвовали в мозговом штурме и работали над идеей. Взаимоуважение, активность, креативность, умение выслушать – все это обеспечило успех команде. Я хотела, наверное, поблагодарить свою команду за участие в данном хакатоне. Не просто за участие, а за их активное участие, за их интерес к данному мероприятию, за их креативность и взаимодействие друг с другом. В качестве финалистов Всероссийского хакатона «Коммуникация в образовании» команда школы номер 14 получила ценные призы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 22 декабря исполняется 85 лет со дня рождения Эдуарда Успенского, детского писателя, чьи произведения проносятся сквозь года. В 1971 году на экран вышел кукольный мультфильм «Чебурашка». Вскоре публикуется книга «Дядя Федор. Пес и кот». Старшее поколение наизусть знает сюжеты книг автора и младшая не отстает. Шестиклассники Сарова приняли участие в акции «Читаем вслух». Темой стала повесть «Вниз по волшебной реке» Эдуарда Успенского. Хорошо, хорошо работает. Чумичку потер, ушибленные места. Только чего? Она своих-то колотит. Оттого и колотит, чтобы в чужие диване лезли. По этому сказочному произведению 40 лет назад был снят фильм «Там на неведомых дорожках». Возможно, ребята узнали героев книги как раз по нему. «Самый сильный человек. Пожалуй, Кощей Бессмертный. Он самый сильный. А что? Да так, ничего. А где он сейчас находится?» Каждой школе достался свой небольшой отрывок из произведения. Тексты распределяли равномерно между желающими. У ребят получилось выразительно захватывающе прочитать повесть «Вниз по волшебной реке». «В таком, в одном моменте, когда ты читаешь, доносишь до зрителя, тебе очень радуются, и это все очень приятно. Но в другом, если есть небольшой страх перед сценой, когда ты такой ошибешься, все ужасно, ничего не получится. Мне кажется, это мероприятие, оно помогает детям заинтересоваться в рассказах, сказках, взять книгу и почитать. Произведение «Вниз по волшебной реке» Эдуарда Успенского заинтересовало шестиклассников смешением двух миров – реального и сказочного. Образы традиционных персонажей Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, Серого Волка очень нравятся и современным детям. Ульяна Скородумова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.